Игорь Тихонович, вам звоню в связи с таким событием, пришла мне смс-ка такая, я вам ее тоже отправил, и тоже другим отправил, вот я ее зачитаю. Дорогие братья и сестры, обращаюсь к вам с молитвой помощью за семью священника из нашей епархии. У отца Владимира страшное горе, он служит в Новошахтинске. Со своей семьей были в паломнической поездке в Керчи. Возвращались домой, и произошла страшная авария. Лопнуло колесо на машине, и машину начала кидать. Матушка от удара вылетела в окно на встречное движение, и по ней проехала фура. Матушка скончалась на месте. Детки, все пятеро живы. Батюшка в тяжелом состоянии и в моральном тяжелом. Очень сильно скорбит, и близкие переживают, чтобы сердце у него выдержало от всех этих событий. Ну и просит тут помолиться об упокоении новопредставленной Татьяне. И вот, Игнатий Тихонович, вот такое событие произошло. Как пережить вот эту трагедию, такое горе, такое испытание? Что, какой ответ нам дает по этому поводу Библия? И что делать этому священнику? Что бы вы посоветовали? Ну, я как верующий православный христианин, сразу ставлю вопрос. Что за паломническая поездка? Зачем? Взять с собой пять ребятишек, ехать такую даль? Я категорически против. Абсолютно против. Никуда ездить не надо. Ездить нужно только на благовестие, на помощь ближнему. По моему рассуждению, это напрасная трата денег и ума, и аварии. Мне бесплатно, сколько раз уже приезжали из Иерусалима, предлагали приехать хоть раз. У меня прекрасные фотографии, я все вижу. Первый вопрос. Ездить не надо было. Все были бы живы. Второй вопрос. Она сидела, окно было открытое или не закрытое? Почему была не пристегнута? Она бы не вылетела, если с ремнем-то была пристегнута. То не зря же нас заставляют и проверяют. Я просто со стороны рассматриваю. Сидели бы дома, все было бы нормально. Ну а дальше уже то, что случилось. Чтобы кидало из стороны в сторону, у меня было тоже ездили. Не ладно, я сижу. Ну не на нашей машине, а на другой. Скорость была не больше 60 километров. Нормально просто ехали-то. Ее там кинуло-то маленько, дернуло, остановились и все. Значит, гнали здорово. Если ее бросало, ее удар был такой, что ее выкинуло, выкинуло. Она еще ни с кем они не столкнулись, как будто. Я смотрел, мне прислали снимку машины. Я знаком с этой аварией. Посмотрел, матушка. Дело прошлое. Говорят о мертвом, говорят только хорошее или ничего. Фальшивые это слова. Это пришло от римлян. У них говорили так. О мертвом говорят все или ничего. У нее снимки там есть. Матушка сидит без платка. Замужняя женщина. Попадья. Без платка, как неверующая. Я не знаю дальше. Я просто говорю воображение свое. Воображение – главное качество лидера. Он видел, что она такая. Почему не надел платок? Платок надеть даже не мог. Перед миром, перед всем без платка. Это ни одна мусульманка не позволит себе. Я у них делал печи казашки. Она говорит, у нас солнце не должно видеть головы и луна на моих волос. Вот как рассуждают. Рассуждают люди не христиане. Это я сначала первое говорю. Дальше. Авария случилась. Значит, не худо было, что если она вылетела и на встречную полосу. Эта скорость была огромная. Тем более она не стукнулась, а только кидала еще где-то. Но я садела ободом, задевала за землю. Показано, машина-то стоит. Переднее колесо, как там вырвалось, что прямо все видать. Тем более я увидел на весь экран. Вот теперь уже все. Чем они занимались дорогой ехали, никто не знает. Вот приезжают с архиереем. Раньше был Гедеон. А один из них к нам расположенный. Он потихоньку вышел. Когда приехали сюда, пришел и говорит, всю дорогу Пугачеву там крутили. Там еще какую-то артистку. С архиереем. Архиерея на другой машине едет. Они. Приехали здесь. Я попутно скажу, как Гедеон Докукин. Потом он Ставропольским митрополитом стал. Ну, они здесь. Покровский собор. Алтайский край. Барнаул. А им-то мало досталось. Они одеколону накупили и нажрались. Утром-то подавать надо там в алтаре-то. А они. Лык, конечно. Он как дал одному. Он юзом. И выполз из алтаря на пузе. Удар такой дал ему. Значит, с чем они разговаривали, ехали. Кто был. Как. Я не про детей говорю. Он за рулем, конечно, сидел. Он должен был вылететь. А не она. Она-то в стороне сидела. А он сидел перед лобовым стеклом. Про них я считал вот так вот, когда удар был такой сильный. А капот поднялся. И он как ударился, и голова отлетела. И прокатилась, и на остановку закатилась. Я говорю только о внешних пока. Дальше. Авария прошла. Татьяну мы поминаем с первого часа. Как узнали только сразу о упокоении ее души. Готова или нет? Господи, прости. Я был у попов. Молодые ребятишки. Приехал тесть. Я делаю печку, а он сидит, качает. Пойдем мы как один умрем в борьбе за это. Марсельезу поет, под иконами сидит. Она ему говорит. Пойдем в театр. Иначе я в церковь не пойду. Ну, то есть, такие вот матушки-то. Я ее не знаю. Не знаю, но знаю других матушек. Главное это матушки. Они, как правило, папы эти подкаблучники. Бедная, несчастная. И он идет туда. Она говорит. Ну, попутно и люстру купи. Я просила тебя. Я близко знаком, поэтому хожий был туда. Здесь фура проезжает. Фура проезжает. Она от нее лепешку оставила. Если она под нее попала. Это фура. Огромная машина до 12 метров. Или бывает больше. Может быть, длина прицепа. Так и называют. Ее нету. О ней речи нету. Я просто сказал, как я вижу. Не знаю ее абсолютно никак. Забудь все, Господи. Я Богу говорю. Господи, да не встанет перед тобой препятствие. Она шла неподготовленная к смерти. Абсолютно. Ей секунды не было дано подготовиться к исходу из этой жизни. А думала ли она раньше? Видно, что по старшему сыну, так она и не такая старая была. Я не рассмотрела, она сидит в юбке или в брюках. Тоже на снимке плохо видно, ребенок стоит. Не готова была или готова, не знаю. Но умирать она не думала. Это ясно. Потому что незапланированная авария. Ну, я знал эти аварии, смотрел разбитость и сразу вспоминаю Иова. В один день погибают семь сыновей, три дочери. И блюда, которые только что подавали мясо, златоуз горит, наполнились кровью, мозгами их. Вот, а теперь ездили паломничество в ту сторону, куда билет в один конец только. Паломничество не в подготовленном виде. Потому что готов, это когда к расстрелу вводят на казнь, я молюсь. А тут не было даже секунды думать о том, что я ухожу из жизни навсегда. Дать наказы какие-то, как дальше жить, что. Батюшке жениться нельзя, он жениться сам снимут. А работать может, у тебя какой-то специальности нет. Как правило. Малые дети. Теперь мы говорим о нем. С ней молиться. Мы ничего не можем. Похоронить они похоронят. У нас знакомая одна здесь приходит, Жарова, она в Америке. Гражданство не получила. И сегодня уже спрашивает, нужны ли средства какие. Не знаю. Если жил нормально, они должны быть у него средства. Похоронил матушку, расходов меньше. Но люди уже спрашивают. И если что-то будет, на меня сообщи, я сообщу туда. От меня никакой. Я зацепленный, тащусь за комбайном. Где бы что ни нашел, я сую туда теперь. Вырвать из плена. В общей сложности комбайн 10 миллионов обошелся. Так. Теперь дети. С мужчиной с этим. А что он будет переживать? От Бога. Бог дал, Бог взял. Неужели доброе будем принимать, а злое не будем? Какие, говорит. Итак, Израиль потерял свободу, пошел в плен. И они плакали. Да, может поплакать. Но после 2-3 дня похоронили, утер слезы. И все сказать так. Мама ушла, будем молиться. Давайте дети работать. Показывали тут в интернете, одна девочка осталась без родителей. Их, я не знаю, с севера что ли ребятишек. Прям полно так. И она в технику, им кажется, училась. Она перестала учиться домой. И она все теперь проверяет учебу. Приходит комиссия, нормально. Они коров держат там, телята. За ней столько, когда показали. Женихов она даже ухом, говорит, не ведет. Они лет 18. Кристина, кажется, звать. Девчонка такая. Все там переоборудовала. Все как надо. Все делают ребята. Вот это я понимаю. Надо приготовить, чтобы готовились. Но муж-то готов или не был. Кто за детьми будет смотреть? Он, если священник, вряд ли он сможет наблюдать как надо. Будет ли кто-то помогать? Чтобы там женщина не мельтешилась. Если в случае чего, там какую-то старушонку взял бы. Дальше на лето. Я конкретно говорю. Краснодар, это Сергей Козлов там был. Кажется, она с Краснодара или что ли? Где-то там. Сейчас посмотрим. Новый Шахтинск. Сейчас узнаем. Это Ростов. Ростов-на-Дону. Новый Шахтинск. Итак, я приглашаю их без всякой проверки. Я не думаю, что батюшка курит. С ребятишками. Пять ребятишек. На лето. Они отдохнут. Здесь заниматься с ними будем. И батюшке крайне полезно будет. Чтобы он подал заявление заранее. Чтобы на его место, кого надо священника поставили. Ему передать это каким-то образом. Сказать, что у меня брат протеерей, отец Аким. Такое-такое. К нам приезжает архиерей. Чтобы у него там не было подозрения. В гости. С собой что взять? Я им путевки сразу выпишу. Там просто не возьмут где-то. На своей машине могут приехать. Это лучше всего. С ребятишками на вокзалах. Там даже в туалет не сходишь. Лучше всего, конечно. Ну и не без твоей помощи, брат. Поговорить. И дальше они тут побудут. Значит, со всех вместе в расчет нуль. Я полностью беру расход на себя. Но если они думают покупать молочное или мед в соседние деревья съездить. Тут я ничего не... у меня нет денег. Они могут покупать, что отдельно. К этому молоку никто не прикоснется. Ему нужен отдельный домик. Я ему отдельный домик дам с людьми. Он не будет со мной в одном где-то. Отдельный. И там нужно дополнительно... Ну, построим все как надо. Там ездят и койки, и все. Ребятишки там. Девочки двое на одной. Мальчики там где. Ну вот, с чем я могу быть полезен. Дорогу я не могу окупать. У меня нет денег. Вообще нету. И поэтому сказать... Посмотри там. Накопи маленько, чтобы проехать. Это деньги стоят. Я знаю. Ну, а дальше, дальше жизнь будет так. Он тут будет... Утешим его. Будет работа. Будет работать. Будут беседы, забота о детях. И оно отойдет и стушуется дальше. Я знаю. У одного тут священника так случилось. И он, когда нашли ее... Что с ней было? Я не знаю. Убили, кажется, ее. Ну, а там летом. Там, может быть, день пять прошло. Ее привезли, а там куча червей. И он стоит и говорит, неужели это я любил, целовал, прикасался. Там просто невозможно. Надо все заливать какие-то карболкой. Ничего нету. Жара. И они все черви сожрали. Лисо, кости одни. Ну, он женился. Сан сложил и женился потом. Женился. Хороший священник. Хороший. Как мне? Я с Евгением не видался. Вот такое дело. А поэтому от них мы теперь переносим, как называется, экстраполировать события на сегодняшний день для нас. Я лишний раз стараюсь нигде не ездить. Но, вот, в миссионерской поездке мы совершили 120 тысяч километров. Это три раза по экватору. По экватору. Даже не летая. У меня бесплатный билет, как репрессированный, реабилитированный. Я ни разу ими воспользовался. Никуда не ездил. Я сидень. Но если уже ехать, то ехать. Я летал в Америку, пригласили. Ну, ничего не сделаешь. Пригласили. Выступить надо было там-то. Одновременно в Канаде. Метрополит Витария, Иларион. Я ни одно приглашение. Поехал. Вопреки своей воле. Я не хотел ехать. Поэтому лишний раз движется никуда не надо. Сидишь на своем месте и сидишь, к чему приводит. А не так. Это с ним, а со мной не случится. Гарантий никому нет. Вот когда Валан беседует с Берлиозом-то, с бездомным Иваном-то, он прямо говорит. Смерть это куда ни шло. Но самое главное, что она внезапная. Внезапная. А внезапная, значит, мы должны ежеминутно. Все мне гроб. Смерть предстоит и гроб предлежит. Вот здесь. В вечерней молитве. И ложась спать, мы как бы ложимся в гроб. Так вот. Так что выйти по горящему следу на него. Передать, если можно. Ну, мои данные скинуть ему сразу. Показать, кто я. И, может быть, он на меня выйдет. Так что, ну, вперед мы обдумали уже как. У меня есть куда. Есть, купаться тут будут. И сам был у нас уже не раз. Ты видел, как. У нас все есть для этого. Представь, костер. Дети тут не до этого будут. Играют, поют. Игры, молитвы, купания. Дети, психики детей не будет на прежнем уровне на этом. Мы ими займемся очень серьезно. То есть, в свободе. В полной свободе. Но вставать, конечно, по-нашему. Как в лагере в 5 утра. Родители без 25. Я ему, отцу Владимира, все расскажу здесь. Больше еще я буду говорить. Я сам готовлюсь каждый день. С чем я предстану? Перед Богом. Во Суде Божьем. Так что, в данной ситуации, протянуть руку сраждущему. Что в моих силах. А тут батюшка Аким, знаешь, какой он. Тут и побеседовать, и сходить. Тем более, ягоды начнутся. Мы за клубникой ходим, за малиной. В лес со смородиной можем пойти. Травы разные рвать с собой увезут. И мама твоя, говорит, как бы, рада была бы, будем молиться. Так-то бы они никогда не приехали. А так могут приехать. Вот и все. Ну да, будем молиться. Я постараюсь передать это в телефон, потому что я нашел этого человека, священника. И вот сейчас по времени это определим, потому что сейчас, судя по всему, похороны, там не похороны. У них много... Сейчас... Пока я ничего не знаю этого, только знаю отец Владимирович. Нам разницы никакой нету, чтобы только он покорный был, потому что у нас свой устав, и на него наступать никак нельзя. Устав простой. При нас, когда ты перешагнул границу нашей деревни, детей наказывать не имеешь права. Это правило. Так как мы на положении по домам, лагеря-то нету, но весь устав лагерный и переволокли сюда. Так что... По всем параметрам здесь. Он отдохнет здесь, и для здоровья ему полезно будет. Будет ходить, и... Он не может все время думать. Человек так устроен, если бы он не забывал, он умер бы давно. Ну, так все бывает. Дальше будет решать свою участь сам. Ему жениться не запрещено. Но пусть не торопится. Какая от пятерых ребятишек потянет. Это она должна быть уже самоотрещенной, да еще своих может нажить. Жениться не запрещено, но если женится, сан-то снимается. Сан снимается, все. За сан он покупает жену. Как есть такое стихотворение, кажется, фруга. Как бы так. Она... Адам когда просыпается, ребра одного нет, Господи. Да я же по образу твоему, а у меня ребро... Ребро, да. Так ну убыток же такой, убыток. А посмотри, кто тут рядом стоит-то. Стоит того? Замена-то какая? Еще дальше-то еще грешения. Согрешения не было. Ну, поэтическое воображение. Я тебе вот какую лампаду даю. Так что у Бога вымерено. И если ты Богу угоден, для неба, это все от Бога. Так и должен принять. А не где Бог, куда смотрел. Он и смотрел. В первую очередь, не нужно путешествия. На сто процентов. Не нужно я. Вообще не нужно. Даже аварии бы не было. Никакие паломнические группы... Нигде мы не видим в Священном Писании в шитьях святых. Этого нету, чтобы с детьми паломническую группу куда-то ехали, какую-то святыню. Что оно тебе даст, туда поедешь-то? Ничего не даст. Еще раз говорю. Мне неоднократно в Израиль. Я ни под каким видом даже слышать не хочу. А уж не говорю там про Грецию, другие места, монастыри. Батюшка вот наш ездит. Я каждый день уговариваю его перед этим. Не слушается. Я говорю, да ездишь. У тебя пружинка уже там стоит в сердце. И хоронить некого будет. Что шляться-то? Ты в соседние стороны в рюкзак на спину и пошел. Книга Ноши, как у Достоевского написано. Преступление и наказание. Вот.